В своей презентации я представлю результаты коллективного проекта, который проводился в прошлом году в Центре молодежных исследований. Я курировала этот проект. И сразу хочу оговориться, что результаты, которые я здесь буду представлять, они не мои индивидуальные, личные. Это скорее результат такой коллективной работы. И в этом смысле я просто постаралась из этого достаточно большого исследования, которое мы проводили, выбрать что-то, что наиболее соответствует вопросам сегодняшнего семинара. Такое, что называется «Следование гражданской атлетичности молодежи и опыта технического исследования», в общем, максимально такое широкое название. И вначале я немножко проговорю по поводу теоретической рамки, с которой мы начинали наши исследования. И та методология, которую мы в итоге выбрали. И кратко, в конце я остановлюсь на некоторых результатах. Их достаточно много. И в этом смысле, ну, явно не все сюда войдет. Но просто какой-то такой, ну, скажем так, абрис представить того, что же такое гражданственность или гражданство в представлениях молодежи. Значит, здесь немножко информации про сам проект. Проект назывался «Гражданство молодежи России. Современные смыслы и практики». И срок, когда мы его проводили. И цель, которую мы преследовали в целом в проекте, это комплексное изучение новых форм гражданственности российской молодежи в культурно-политическом и экономическом пространстве. Сразу оговорюсь, что, в общем, гражданственность и гражданство к нам, ну, к нам были, извините, не случайно и появились в нашем фокусе. Потому что в предыдущем проекте, когда мы занимались изучением инновационного потенциала молодежи, в общем, очень многие поднимали вопрос о... У нас там была часть, посвященная изучению, как молодые люди воспринимают Россию в сегодняшней ситуации. Вот. И вопрос гражданства, он там достаточно актуализировался. Вот. И точно так же ряд предыдущих исследований, в частности, исследований патриотизма, которые проводились с научно-исследовательским центром регион в 2008 году, если я не ошибаюсь, показали, что, в общем, вопрос патриотизма достаточно остро стоят. И это не только на каком-то идеологическом уровне, когда у нас поднимается все это, не знаю, на уровне принципов образования или государственной идеологии, или еще чего-нибудь, но и в какой-то повседневной жизни, повседневной дискуссии вопросы с патриотизмом поднимаются. И, по крайней мере, молодежь их воспринимает как достаточно такие знаки. Вот. Если говорить о концептуализации понятия гражданства, с учетом того, что это было на первом опыте исследования гражданства, мы столкнулись с достаточно такой большой проблемой, потому что на данный момент существует большой блок исследований гражданства и понимания гражданства. При этом это такое междустеплинарное понятие, которое мы можем встретить, не знаю, например, начиная с философии и заканчивая социологией. И в этом смысле сегодня мы можем говорить о том, что существует междисциплинарное поле citizenship studies, которое, по мнению того же Эллисона, который здесь представлен в 90-е годы, переживает так называемый ренессанс, который связан с изменениями, которые происходят в обществе. И в этом смысле вопросы о гражданстве, они актуализируются благодаря внешним и внутренним вызовам. Одним из внешних вызовов становится как раз усиливающийся поток иммиграции, например, которые, собственно, ставят этот вопрос с новой остротой, что значит быть гражданином какого-то государства, насколько свободно мы можем передвигаться, у кого есть какие права по поводу того, считать себя гражданином и называть себя гражданином. И в этом смысле эти исследования становятся, несмотря на то, что вопросы достаточно давние, они приобретают новые значения. И в рамках нашего исследования мы попытались каким-то образом упорядочить понимание, которое вкладывают исследователи в понятие гражданства. И здесь я привела несколько таких ключевых смыслов, которые при этом не просто их достаточно много, но при этом они еще достаточно противоречивы. И одно и то же понятие, оно может фактически в нем транслировать, и через него могут транслироваться противоположные смыслы. Это такая достаточно диктомичная схема, которая использовалась нами для анализа. В этом смысле, конечно, такая диктомия — это такой искусственный или аналитический прием, который мы используем, но в общем он является достаточно показательным. Если говорить про эти смыслы, можно сказать, что одним из наиболее таких значимых, и в этом смысле значимых в том числе и для нашего семинара, это понимание гражданства как категории, которая описывает одновременно включенность и исключенность. И одним из таких ключевых авторов, который, собственно, поднял этот вопрос, это был Роджер Брукбеккер, который в своей работе «Гражданство и National Club» во Франции и Германии, где он, собственно, отметил, что глобальный перспектив гражданства — это значимый инструмент социального закрытия, защищающего процветающие страны от мигрантской бедноты. Гражданство — также инструмент закрытия внутри государства. Каждое государство устанавливает концептуальную, легальную, идеологическую границу между гражданами и иностранцами. В этом смысле, вот эта вот включенность от них и исключенность других становится гражданством как такой инструмент для воспроизводства границ. При этом, если Брукбекер говорит про национальные границы, прежде всего, то мы можем говорить о том, что сегодня понятие гражданства используется гораздо шире, чем просто национальное гражданство. И в этом смысле мы можем говорить о самых разных гражданствах. Это может быть локальное гражданство, национальное, глобальное, если мы рассматриваем территориальную перспективу. Это могут быть гражданство потребительское, интимное, экологическое гражданство, на русский перевести. То есть сегодня понятия используются в самых разных ситуациях. Но классическое определение, которое я здесь не даю, на котором очень всем известно, это определение маршала, которое говорит о том, что гражданство — это, прежде всего, национальное гражданство, то есть связано с национальным государственным проектом, который предполагает равенство людей перед армией, то есть наличие у людей определенных прав. Это право социальные, право политические и так далее. То есть в этом смысле эта традиция связывать гражданство с национальным государством, она до сих пор присутствует, но тем не менее все более подвергается критике. И сегодня, повторюсь, мы уже говорим не только о национальном, и, может быть, не столько о национальном гражданстве, как, в принципе, о включенности в определенное сообщество. И, соответственно, приобретение статуса в этом сообществе, который будут отделять от тех, кто не входит в сообщество. Второе такое, скажем так, двойственное понимание гражданства связано с пассивным членством и активным участием, как я здесь указала. Пассивное членство — это фактически получение статуса автоматически за счет того, что вы являетесь частью сообщества. Например, это гражданство по рождению, которое получает человек в паспорте. В этом смысле от него не требуется. Но помимо того, что его родители придут и зарегистрируют, не требуется каких-то усилий по получению гражданства. Активное участие здесь предполагается, что, чтобы быть гражданином, недостаточно просто иметь запись в паспорте, а необходимо действовать на благо этого сообщества. То есть предполагает определенные действия, которые позволяют человеку относиться и, скажем так, применять на себя статус ожидания. Опять же, нелегальное политическое членство и активность, так и вне политического включенности, в различные сообщества и практики, вне политического участия на основании каких-либо солидарностей. Здесь мы выходим за границы понимания политического или формального гражданства и переходим в такое пространство повседневной жизни, в которой человек может реализовывать свою гражданственность совершенно неполитическим способом. И в этом смысле это может быть, например, потребительское гражданство, когда у нас есть так называемое этическое потребление, или иногда его называют политическое потребление, которое связано с тем, что человек покупает только экологически чистые продукты, и это его установки. Это еще одна дискуссия, которая очень часто поднимается. Это вопрос территориальной укорененности или мобильности. И здесь, собственно, Ури первым, кто приходит в голову, но в этом смысле этот ряд можно продолжать. Который говорит о том, что с ростом, с усилением мобильности в целом, в нашем обществе всевозможных потоков, начиная от финансово, заканчивая человеческими и информационными, мы можем говорить о том, что если изначально понятие гражданства, связывающееся с национальным государством, оно связывалось с определенной национальной территорией, то сегодня мы выходим на уровень, когда гражданство становится неукорененным, и подвижным, мобильным, и предполагается, что смысл этого гражданства переопределяется. Может быть, вы читали или сталкивались с эссе ПКР «Транзитные пассажиры», в русском переводе, по крайней мере, в котором он говорит, что вот появляется новое племя транзитных пассажиров, которые не привязаны к конкретной территории, к конкретным ценностям, к конкретным культурам, а в этом смысле транзитные залы становятся их местом проживания, с одной стороны, с другой стороны, это то, что фактически в этом эссе, в том числе, ПКР принимает вопрос о гражданстве, гражданстве, как определенные права и обязанности, закрепленные за человеком, связанным с конкретной территорией. При разрыве с этой территорией сохраняется гражданство, и эта категория уходит, и мы должны придумать что-то в будущем. Я немножко увлеклась, поэтому дальше уже буду приходить к нашему исследованию, которое мы проводили. В итоге, проанализировав всевозможные работы, мы выделили несколько компонентов, которые мы хотели включить в наши исследования. Это культурный компонент, который, пожалуй, для нас более всего здесь сегодня интересен. Это как раз вопросы о субъективных представлениях и смыслах, которые люди вкладывают в понятие гражданина, что значит для них быть гражданином. При этом обратите внимание, что здесь, с одной стороны, у нас появляются идеалтипические представления, которые могут отличаться от самоидентификации человека и его видения себя как гражданина. Про это я как раз немножко поговорю. Структурный компонент — это формальная принадлежность, и в этом смысле идентификация здесь идет через категоризацию, то есть какие-то формальные статусы, которые приобретает гражданин, опять же, в разном понимании. Про автомобильный компонент, про что я уже говорила, то есть это насколько люди идентифицируют себя с определенной территории, и насколько для них важна привязка вот этого гражданства к территории. Когнитивно-компетентностный компонент — это то, что должен знать и уметь гражданин, что от него требуется в представлениях молодых людей. То есть предполагается как раз вот такое более широкое понимание гражданства, когда это не пассивное, а с таким активным уклоном, когда мы предполагаем, что у человека должны быть какие-то особые знания по поводу того, что значит быть гражданином. И это комплективно, естественно, связано с деятельностным или перформативным компонентом, который предполагает определенное делание гражданства. То есть если говорить про идентичность, это как раз не что-то внутренне нам присущее, не то ядро, которое отличает нас друг от друга, и которое, собственно, является сутью гражданства. А здесь скорее мы говорим о том, что чтобы быть гражданином, это гражданство, как и по представлениям некоторых исследователей, гендер, возраст, еще какие-то показатели, единичность, они, собственно, появляются в процессе делания. И коммуникативный компонент здесь взаимодействие между гражданами, с одной стороны, и с другой стороны взаимодействие с государством. Как определенный агент, который создает, в том числе, институциональные условия, возможности реализации гражданства и смыслов, которые мы сюда вкладываем. Но я остановлюсь из всех этих. Да, собственные исследования наши проводились в методологии MixMethod Research. И здесь представлены основные методы сбора данных, которые мы сочетали. В этом смысле у нас был количественный опрос учащихся СУЗов и ВУЗов. У нас были свободные биографические интервью с молодыми профессионалами. То есть это специалисты, которые уже закончили обучение, и у них был опыт работы на менее трех лет. То есть это, с одной стороны, более старшая возрастная группа, с другой стороны, это такой другой опыт. Другой опыт, потому что мы предполагали, что те представления о гражданстве, которые мы снимем у молодых людей, обучающихся, учащихся, скажем так, они могут быть пересмотрены у молодых людей, которые уже имеют опыт работы. То есть в этом смысле эти наши результаты в определенной степени подтвердились. У нас также был сбор и анализ исследовательских кейсов. Про один из таких кейсов расскажет Рай, я думаю, ну, по крайней мере, какие-то данные. И у нас было отдельное направление, это анализ политического содержания и смысла гражданственности в популярных песнях. То есть здесь у нас анализировались отобранные песни, всего, по-моему, 120, если я не ошибаюсь, разных грантов. То есть это от попсы до хип-хопа, в которых поднимался вопрос гражданства. И сегодня я остановлюсь на субъективных смыслах гражданства для информантов, то есть что значит быть гражданином, и практике гражданского участия. То есть это тот фокус, который я сегодня представлю, потому что это самое очевидное, что можно считать из наших результатов, касаемо гражданской идентичности молодежи. В начале, кратко дам, но это скорее такое, как бы, ну, ситуация, количественные результаты, которые будут представлены банальным, простым распределением, просто чтобы увидеть, ну, вот эту вот, такую распространенность каких-то представлений у учащихся, да, еще раз повторю, что это были учащиеся СУЗов и УЗов. В Ульяновске и Санкт-Петербурге мы проводили сравнение между мегаболисом и региональным городом. Вот, и в этом смысле посмотреть, что для них значит быть гражданином. И потом более подробно остановлюсь на результатах качественного анализа про интервью с профессионалом. Вот, если посмотреть на первую таблицу, значимость гражданства, здесь мы закладывали в анкету наш инструментарий национальная versus локальная. Национальная у нас это, собственно, Россия, локальная это город, в котором проживали наши респонденты. Вот, и мы здесь видим, что, в общем, значимость бытия гражданином страны, то есть бытия гражданином России, она достаточно высокая. Вот, при этом мы видим, что в Ульяновске она даже немножко выше, но в то же самое время мы здесь можем наблюдать значимое отличие между идентификацией собственного города, даже не идентификация, а значимость бытия жителем собственного города в Петербурге значительно выше, чем в Ульяновске. Вот, и в этом смысле мы можем наблюдать, что и как бы сделать вывод о том, что такая национальная идентичность для учащихся Ульяновска более значима, чем региональная и локальная идентичность для петербуржцев. Вот, еще один вопрос, который мы задавали, с каким, то есть чтобы выяснить вот эти вот идентификационные группы, с кем себя идентифицируют молодые люди, вот, вопрос звучал, с кем вы себя соотносите и не соотносите, вот, и здесь я выделила на слайде, собственно, мы видим, что идентификации самые разные, студенчество, конечно, самое популярное, вот, но вместе с тем, те идентификации, которые могут работать, да, на показатели, связанные с гражданской идентичностью, у нас здесь могут быть жители моего города, жители моего дома, двора, вот, россияне, европейцы, человечество, да, собственно, здесь мы тоже пытаемся посмотреть на вот эту вот разницу между локальной, национальной, глобальной идентификациями, вот, и, ну, можно отметить, что как раз сохраняется вот эта вот тенденция разницы между Ульяновском и Санкт-Петербургом, и для Санкт-Петербурга жители моего города становятся более таким значимой идентификацией, чем идентификация с россиянами, в Ульяновске наоборот, вот, жители моего двора и дома, да, это, в общем, преимущественно те, с кем не соотносят себя, и такой совсем локальной идентичности, мы видим, что они не сформированы, вот, в то же самое время европейцы оказались, ну, тоже достаточно распространенными ситуациями, с кем себя не идентифицируют наши респонденты, но вместе с тем, не идентифицирующие себя с европейцами Ульяновске оказались больше, чем в Санкт-Петербурге. Вот, это последний вопрос, который я здесь, не знаю, насколько это видно, который я здесь представлю, это такое идеалтипическое, опять же, представление о том, кем должен быть гражданин, прошу прощения, что не упорядочены здесь ответы, просто, к сожалению, под рукой была только эта диаграмма, вот, когда я готовила презентацию, и здесь мы можем говорить о том, что гражданин должен много чего, да, и, в общем, мы видим, что здесь мы дали достаточно большой список возможного должностнования, вот, начинает иметь хотя бы одного родителя россиянина, за россиянина, заканчивая, быть готовым защищать и помогать в государстве в борьбе с врагами, вот, но можно сказать, что самые популярные ответы, в общем-то, достаточно, ну, в обоих городах, это сохранять и соблюдать культурные традиции России, вот, это знать историю культуры страны, вот, и для Санкт-Петербурга говорить на русском языке достаточно так быстро, вот, и в этой ситуации, помимо того, что тут есть варианты, что платить налоги, исполнять все законы, помогать своим соотечественным к окружающим людям, то есть, тоже достаточно большой показатель, но все-таки доминирует именно привязка гражданства к знанию своей культуры и традиции, да, и соблюдению этих условий культуры и традиций, вот, в этом смысле мы можем говорить о том, что вот эта вот культура и традиции, истории, да, которые прежде всего выстреливают, когда учащиеся говорят по поводу того, какие обязанности у гражданина есть. Вот, это касаемо количественных результатов, и сейчас я перейду уже, завершая, собственно, к субъективным смыслам гражданства, которые встречаются у молодых профессионалов, вот, сразу говорю, что у молодых профессионалов очень четко в этих интервью был выделен такой разрыв между идеалтипическими представлениями и тем, как информанты оценивают собственное гражданство, да, или собственное поведение как гражданина. Вот, среди идеалтипических можно выделить три, пожалуй, которые чаще всего встречались, понимание, это традиционное определение, которое, в общем, если смотреть на интервью, очень-очень похоже, фактически, словами маршала во многом описывается. Вот, то есть, в этом смысле, это такое определенное врожденное гражданство, которое никогда не предполагает от человека каких-либо усилий. То есть, например, если ты родился в России, то ты по определению уже гражданин. Вот это вот по определению уже гражданин, что делает этот статус, с одной стороны, не таким значимым, как он мог бы быть, если бы для него требовалось какие-то достижения, с другой стороны, вот такой фоновый потери этого статуса, она, в общем, равносильна такому краху, потому что у нас в интервью был ряд вопросов, как вы думаете, можно ли потерять гражданство, и можно ли стать не гражданином. И в этом смысле эта ситуация рассматривалась людьми как такая критическая. Второе понимание, это активное гражданство, которое как раз транслируется через определенную активность со стороны и определенное включение и участие в жизни сообщества, при этом это участие должно реализовываться на общее благо. Как быть гражданином? Быть и принимать. Принимать роль в жизни общества, города, страны, то есть участвовать. И последнее понимание, такое эмоциональное гражданство, как мы его назвали, это чувство привязанности, переживания и неравнодушия. Это, кстати, одна из моих любимых, пожалуй, которая показывает, как это понимание, что гражданство может быть достаточно подвижной, динамичной категорией, которая совершенно не привязана к какому-то статусу или еще чему-то формально зафиксированному документу. Мне кажется, пенсионеры, как социальная группа, они настоящие граждане своей страны. Но мне кажется, они больше переживают за свою страну. Они много победали, власти, распад страны, но у них как-то больше эмоций вкладывают и переживают, наверное, за страну, за какие-то ее изменения, которые в ней происходят. Мне кажется, просто чем старше становишься, тем более таким гражданином себя ощущаешь, наверное. И это, в общем, достаточно было неожиданная связка эмоциональности и гражданства. И это, собственно, то, как они представляют, что значит быть гражданином. А дальше выясняется, что себя-то они считают, ну, как я здесь кавычки написала, плоховатыми гражданами, плоховатый гражданин. И представление о себе как о гражданине происходит разрыв с этим идеальным воображаемым гражданством. И здесь, собственно, можно посмотреть, что быть гражданином это участвовать в принятии решений. Я не всегда участвую. Что я принимаю участие в принятии решений. И эти решения проходят мимо меня. Это снижает степень моего ощущения гражданином. А, значит, вот я, мне кажется, гражданин, но я, конечно, не голосую. Ну, я такой плоховатый гражданин. Да, все мы граждане нашей страны. Все, кто живет в России. Просто кто-то ответственно к этому относится, а кто-то безответственно, как я. Вот. Ну и так далее, что это, что... Поэтому, когда речь идет о том, чтобы попытаться измениться у Буглира или плохо сидеть и думать о своих возможностях, я выберу второе. Вот. Как не стыдно мне в этом признаваться. В этом смысле мы видим, что у информантов есть попытка оправдать собственное бездействие, ну и, по крайней мере, признать его нелегитимным и признать его... определить его как такое неправильное поведение, в соответствии с теми представлениями, которые они до этого озвучивали. Но, тем не менее, вот это признание, собственно, такой негражданской позиции, оно, в общем, тоже присутствует. И было интересно посмотреть, как вот эти представления о том, что значит быть гражданином и каким гражданами являются они сами, как это еще соотносится с их практиками, которые они реализуют в своей повседневной жизни. Вот. И в этом смысле здесь последнее, наверное, про что я проговорю, это практики гражданского участия. То есть то, что, с одной стороны, ожидается вот граждан какие действия, с другой стороны, здесь прежде всего акцент сделан на том, что сами люди делают. Да, и в этом смысле вот, ну, следование нормам и законам это одно из таких значимых, то, что очень многие определяют как необходимое и то, что они сами соблюдают. Вот. Но здесь более интересно вот это повседневные гражданские действия, логика малых дел, локальное гражданство, как, ну, связка идет. Вот. И информаты говорят, ну да, я это могу на уровне, что вот я гражданин, я иду по улице, мусор. Если есть возможность, я это уберу, я это подниму. Вот такими высказываниями они, в общем, с одной стороны, легитимировали свое положение того, что они плоховатые граждане, да, ну, с одной стороны, плоховатые, с другой стороны, ты идешь по улице, и ты при этом, как бы, вот реализуешь, то, что ты можешь на таком повседневном уровне, на уровне малых дел. Кто-то там достаточно много говорил по поводу того, что он там, что он делал в своем подъезде, там, и так далее. Вот. В этом смысле, это такая практика, которую тоже можно воспринимать гражданской. Вот. Реализация, собственно, гражданства через потребление труд. Это, в общем, такой классический пример, что предпочтение покупать российских отечественных продуктов. Вот. Тут я стараюсь свой пассивный вклад делать, то есть вкладывать деньги в свою страну, а не в чужую. Вот. И последнее, что интересно, нам было выделено практики создания себя или работы над собой. Быть гражданином, опять же, я не знаю, что это и как это, но в первую очередь для меня это быть честным человеком для себя, для окружения. Вообще, вот это моральное измерение того, что гражданин это хороший человек, под хорошим мы можем понимать разные, это может быть честный гражданин, это может быть ответственный, это может быть работающий на благо, но в любом случае вот такое представление о хорошем человеке, то есть гражданин это хороший человек, оно достаточно часто Транслируется в этом смысле. Твое усилие, как гражданское усилие, предполагает, что ты просто из себя делаешь хорошего человека. Ты не врешь родителям, ты переходишь улицу на зеленый свет и так далее. И вот эти усилия, которые, казалось бы, если читать теоретические источники, не всегда связываются с какой-то гражданской практикой, с гражданской активностью, для наших информантов оказались тесно связаны. И в этом смысле они говорят о себе, как о хороших людях. И усилие, поделанное такого хорошего человека, он рассматривается как гражданская активность. Ну и какие-то выводы, я уже не буду сильно их проговаривать. Но, в общем, вот, наверное, так. Еще раз повторю, что это такие лишь некоторые выводы, которые, мне кажется, именно с гражданской идентичностью наиболее соотношатся. Спасибо. 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 Ну, я вот сразу вопрос. Вот можно открыть табличку, где они отвечают, считают ли они себя европейцами или нет? С одной стороны, меня очень расстроило, что так мало людей считают себя европейцами. А с другой стороны, когда увидел следующего вопроса и узнал, что относит себя к человечеству только треть опрошенных, это сильно снижает, как бы, мне кажется, ценность его вопрос. Но следующий вопрос... Ну, сейчас, ну, шутяете ли у себя марсиане? Да, 6%. Ну, то есть, они либо шутят, либо очень глупо. Почему человечеству себя относит только треть людей? Я скажу, да. То есть, в этом смысле, это просто специфика инструмента, который мы использовали. Это была попытка переделать известный тест Куна «Кто я?», на то, чтобы это было возможно в аркету его вставить и получить такие обобщающие результаты. В этом смысле, мы ограничили возможность выбора. Мы написали, мы сказали им, что они могут выбрать не более трех вариантов, с кем, прежде всего, они себя соотносят. В этом смысле, здесь просто я не указала, но в анкете это было, потому что это, как бы, наиболее значимая для них идентификация. Вот, в этом смысле, понятно, что если бы мы не ввели это в ограничение, то они могли бы выбрать, там, не знаю, каждый вариант, по идее, все, ну, там, за редким исключением. Советские люди, верующие люди, все остальные вполне себе могли бы выбрать. Поэтому мы ограничены тремя вариантами. А вот если бы мы нефицировали методу «Кто я?», да, то там одна из частно различающихся категории, это «я дочь» или «я мать». Да, это мы тоже изначально исключили, потому что это, ну, как бы, вот мы даже думали про сведенчество исключать, не исключать, потому что он из этой же серии, которая, ну, как бы, вот, во-первых, они достаточно значимые, индивидуальные, в этом смысле мы боялись, что у нас вообще не попадут, вот, там, жители района, города и так далее. Поэтому студенчество, я думаю, что тоже надо было исключать, но коллеги нас не поддержали в этом смысле. Ну, меня как раз порадовало, что у человечества так достаточно много. Ну, то есть, какой-то, потому что, на самом деле, глобально, то есть, когда мы начинали исследование, я очень надеялась, что мы найдем всех самых мобильных или транзитных пассажиров, но поскольку молодежь предполагается, что у нее, как бы, вот такая привязка к родине, к дому, она, с учетом возросшей мобильности, она может сокращаться, да, и студенты становятся более мобильными, они есть за границей обучаться, есть, там, какие-нибудь программы work and travel и так далее. И в этом смысле вот это вот появление людей, которые оказываются, ну, с таким, с глобальным гражданством, да, таких, люди мира, я думала, что они у нас будут, скажем так, чаще встречаться. Но понятно, что, там, в этом опросе, ну, сложно, в количественном, сложно вытащить, насколько он человек мира или не человек мира, да, вместе с тем у нас был ряд вопросов, связанных с мобильностью, и, в общем, планы по мобильности оказались гораздо более, ну, такие, ограниченные, чем я предполагала. То есть в этом смысле у петербуржцев, у учащихся, у них есть определенные тенденции, но тоже у небольшого количества там в районе, сейчас не буду брать, в районе, мне кажется, 15% в то, чтобы мигрировать за рубеж, вот, вот, в то самое время, как у ульяновцев этот процент еще ниже, и их миграционные планы, они, собственно, ограничиваются Россией, то есть это Москва, Апетербург, вот, в этом смысле это такие, и, когда вы говорили, брали интервью с молодыми профессионалами, у нас их было 50 интервью, вот, как раз их миграционные планы тоже были достаточно интересны, потому что многие из них говорили по поводу того, что, да, мы с друзьями обсуждаем, вообще все уезжают и за границей работают, и у меня есть такие знакомые, но сами они говорили по поводу того, что они не хотели бы уезжать, потому что там они будут никому не нужны, и, в общем, вот, такой достаточно страх по поводу того, хотя у них есть знакомые, которые уехали и прекрасно там устроились, вот, и это, в общем, такой вот, ну, как бы, он, может быть, невоображаемый друг, а реальный, но, по крайней мере, он фигурили вот в нарратилах, как определенная такая фигура уехавшего, да, и к которому каким-то образом оценивают, и чаще всего как положительную практику, но при этом собственные миграционные планы, они очень неопределённые, ну, то есть это, пока мне здесь комфортно, я здесь, да, станет сильно некомфортно, тогда и будет. Можно еще, точно, еще короткий вопрос, и все. Давайте здесь достаточно коротко, потому что мы очень... Правая табличка, это так же, как левая, составлял антирейтинг, наоборот, то есть надо было выбрать три, к чему-то не хочется относиться, спасибо. Да, абсолютно верно, то есть были одинаковые абсолютно категории, вот, и, собственно, человек нужен был, с кем он себя в первую очередь соотносит, к кому он себя относит и к кому он себя не относит, больше всего. У меня, собственно, дарил вопрос, потому что базит большой, очень интересно, очень эктуально, мне вот единственное такое, может быть, опасение, да, ну, если нравится там патриотизм, ну, большой, такое опасение, что это симуляка, и насколько вот таким симуляком не является гражданственность? Спасибо большое за вопрос, вот, и это как раз то, что нас волновало, потому что, с одной стороны, вообще отношения между понятиями гражданства и патриотизма, они очень тесные, потому что в ряде, особенно отечественных исследований, очень любят использовать их в качестве синонима. Вообще, если, как бы, здесь я представила традицию, как у западных исследований гражданства, когда мы говорим про отечественные исследования, это отдельная песня, которая в большинстве своём представляет собой набор таких, ну, на мой взгляд, юридичных текстов, которые посвящены тому, что, значит, гражданство — это, ну, такой долг каждого человека, и вопрос, как воспитать это гражданство в этом человеке, и плавно переходящих в патриотизм. Вот, при этом это могут быть даже научные исследования, ну, которые, ну, там, не педагогические, например, да, социологические или ещё какие-то, которые оперируют гражданством как такой морально насыщенной категории, да, то есть это, как бы, благо, соответственно, вот вопрос, как это благо достичь. И в этой ситуации по поводу симулякра, думаю, очень, очень, как бы, здравое опасение, вот, я не уверена, что мы его преодолели, но то, что мы обнаружили, и, по крайней мере, вот в этом смысле можно рассмотреть вот этот микс метод ресурс, как определённый такой beneficial methodology, потому что те результаты, которые мы получили в количественном опросе, и это, прежде всего, представления, ну, такие вот, как раз, вот, снятый верхний слой, который говорит о том, что значит быть, там, насколько ведь означено быть гражданином России, да, например, и так далее. И вот мне кажется, что у учащихся вот эти вот представления, там высокие очень проценты значимости для людей, что они граждане России, что значимо, что нужно, там, защищать свою страну, например, и так далее, в этом смысле они, мне кажется, как раз во многом являются вот таким вот конструктом, который у них есть в сознании, но при этом вот такой, как бы, непрожитый, да, то есть он, это то, что они услышали, то, что они воспроизводят, потому что в школе говорят, что нужно так говорить, да, и там, в музее, или ещё где-нибудь. Я думаю, что вот это, как бы, для опроса учащихся это достаточно актуально, плюс это, как бы, анкета, в которой вообще сложно, ну, сделать какой-то достаточно большой спектр, да, и значений, вот, хотя мы старались. В качественных интервью, вот это то, что, как раз, во-первых, там люди более взрослые, с большим профессиональным опытом, в этом смысле у них вот эти вот противоречия, которые они могут воспроизводить вначале, когда мы их спрашиваем по поводу того, что значит быть гражданин, на твой взгляд, ну, такой, как бы, вот эти вот как раз смыслы и значения, которые у них уже в любом случае не такие, ну, как бы, шаблонные, да, и стандартные, которые мы ожидали, но в то же самое время тоже есть шаблонность определенная. Но вот, когда они переходят на уровень говорения о себе, я думаю, это как раз здесь уже перестает быть семьякор, и в этом смысле они, как бы, ну, вот мы понимаем, что для них это может быть другим значением наделяться, и то, что у нас человек говорит по поводу того, что вы гражданином, это, как бы, быть, ну, так, не знаю, я иду по улице, собираю мусор, да, то здесь как раз мы уходим с уроки семьякорда. Вот, но вот в анкете, я думаю, вам вот на этом снимали установки. Вопросы еще есть? Спасибо. Спасибо.